Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева Черкесия. В Джамагатском ущелье Карачаева Черкесии построен газопровод для туристических объектов. Газпром газораспределения Черкесск завершил строительство распределительного газопровода протяженностью 860 метров для газификации туристических объектов в Джамагатском ущелье в окрестностях города Циберда. Строительство потребовало применения специальной техники для разработки валунно-галечного грунта, а в качестве материала использована полиэтиленовая труба повышенной прочности. На сегодняшний день работы полностью завершены. До конца года специалисты планируют приступить к строительству межпоселкового газопровода. В преддверии Дня знаний инспектора по делам несовершеннолетних ОМВД России по Черкесскому члены Общественного совета при МВД Карачева Черкесии дали старт ежегодной всероссийской акции «Помоги пойти учиться». В торговом центре одели 8 детишек из 4 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Главной задачей этого мероприятия является поддержка нуждающихся в приобретении школьной одежды и канцелярских принадлежностей. Школьники и их родители от всей души поблагодарили сотрудников полиции и членов Общественного совета за неравнодушие и такую необходимую помощь. Спонсором выступил Национальный центр помощи детям в республике. Акция продлится до сентября. Ежегодно на территории Карачаева Черкесской республики проходит акция «Помоги пойти учиться». Главной задачей данного мероприятия является поддержкой детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и нуждающихся в приобретении школьной одежды и канцелярских принадлежностей. Сотрудники полиции отделом ВД России по городу Черкесску всегда принимают участие в данной акции, которая стала доброй традицией. Общественный совет МВД по Карачаево-Черкесской республике совместно с Национальным центром помощи детям постоянно проводит акции «Помощь детям». Сейчас мы находимся в магазине «Лето» и покупаем детишкам одежду. В этот раз мы обеспечили всем необходимым четыре семьи. Очень сильно хочу выразить благодарность всем причастным. Дальше вместе, дальше лучше, дальше больше. Члены общественного совета и сотрудники управления наркоконтролем ВД по Карачаево-Черкесии проводят акцию по пропаганде нулевой толерантности к потреблению наркотиков. Наркоманы часто являются переносчиками гепатитов, а также страдают ВИЧ, СПИД, инфекциями. Часто погибают от передозов и умирают в раннем возрасте. Будь сильнее, откажись от наркотиков. Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карачаево-Черкесской республике просит граждан, располагающих информацией в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщать по ниже указанным номерам телефонов доверия. Не оставайтесь в стороне. Ваша информация может спасти здоровье и жизни многих людей, а возможно и ваших близких. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok В Архизе прошел всероссийский фестиваль авторской песни «Горные вершины», который собрал ценителей душевной музыки и стихов со смыслом. 32-й фестиваль, традиционно проходивший в Дамбае, в этот раз впервые собрал бардов в Архизе. Подробности у Али Баташева. Дружеским общением насладиться, так давайте это все печь, ожидая новых ярких встреч. Владимир Мирошник приехал из Пятигорска. Вместе с коллегами из литературно-творческого объединения «Шестое чувство» он репетирует перед галоконцертом и с нетерпением ждет встречи со зрителями. Это просто дорогого стоит, когда зритель подходит и смотрит, как здорово. А у нас еще и песни и с нашей молодости, и с средних годов. Наши авторы были потрясающие, есть потрясающие, современные авторы тоже. Такое иногда пишут, что вот это из песни, например, из современных. Какой текст удивительный, какое созвучие текста, и это даже не называешь музыкой, это полет, чего уж там сердца, души. Это уже 32-й фестиваль «Горные вершины». С 2021 года ему присвоено имя одного из основателей жанра бардовской песни в нашей стране Юрия Висбора. В этот раз в фестивале участвовало 100 исполнителей авторской песни из Алтая, Адыгеи, Ингушетии, Карачаева-Черкесии, Волгоградской области, Ставропольского края и других регионов страны. Казалось бы, вот страна огромная, люди со всех концов, а у всех вот стук сердца одинаковый, состояние души. Вот они говорят об одном. Это о вечных вопросах жизни, это любовь, справедливость, отношения старшего, младшего. Там многих вариантов было много. И самое удивительное, что действительно уровень растет. Участники выступали в номинациях «Лучшее исполнение авторской песни», «Лучшее исполнение песен Юрия Висбора», «Лучшее исполнение песен Владимира Высоцкого». Горные вершины Кавказа вдохновляли таких мастеров слова, как Пушкин, Лермонтов и Толстой. Здесь создавали свои шедевры авторы и исполнители Владимир Высоцкий и Юрий Висбор. Каждый фестиваль дарит надежду на появление новых талантов, слова и музыки которых будут звучать и радовать не одно поколение благодарных потомков, считают организаторы. Али Баташев, Ольга Савенко, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Архыс. Уметь оказать помощь ближнему при чрезвычайных ситуациях автономной некоммерческой организации «Центр помощи ФЧС» были организованы учебно-тренировочные сборы для добровольцев. В течение нескольких дней участники получили необходимые навыки и знания по оказанию первой помощи в чрезвычайных ситуациях. Подробнее Алихан Лепшоков. Эти знания необходимы для тех, кто занимается добровольчеством. Первая часть учебно-тренировочных сборов проходит в Центре молодежно-инновационного творчества «Черкеска», где добровольцев обучали оказанию первой помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и психологической поддержке родным пропавших. Все эти знания позволят повысить уровень подготовки ребят, которые активно принимают участие в добровольческих мероприятиях. Цель данного мероприятия – это популяризация добровольчества в Карачаево-Черкесской республике, а также обучение добровольцев действиям при спасательных работах, поиске пропавших людей и на других мероприятиях, связанных с чрезвычайными ситуациями. Также для добровольцев был организован тренинг по картографии и основам добровольчества в чрезвычайных ситуациях. «Эти тренинги необходимы, чтобы мы могли плодотворно ввести поиски пропавших людей», – отмечают спикеры. «Картография в поиске на самом деле очень важна. Она нужна для того, чтобы иметь представление, где прошли поисковые группы. Также плюс, чтобы видеть, какая местность у нас, городская, пусть это будет или природная среда, чтобы нам иметь представление, где идут наши поисковики, и также, чтобы у нас записывались треки, запись пути». Второй день учебно-тренировочных сборов проходил в поселке Донбай с профессиональными спасателями. Добровольцам показали маршруты и разъяснили основы оказания помощи в высокогорной местности. «Полученные навыки нам будут полезны, так как каждый из нас может столкнуться с ситуацией, в которой необходимо будет оказать помощь попавшему в беду человеку», – уверяют участники сборов. «Пришил пройти обучение для того, чтобы улучшить свои знания, умения и навыки, которые могут мне понадобиться в дальнейшем, чтобы я мог дальше помогать людям, оказавшимся в ЧС или в ЧП». По завершению всех занятий всем участникам вручили удостоверение о прохождении учебно-тренировочных сборов. Алихан Лепшоков, Анастасия Лой, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня у футбольной команды «Нарт» кубковая встреча с командой «Аполония» в выселке «Краснодарский край». А 2 августа в рамках первенства третьей лиги зоны ЮФО и СКФО по футболу Черкесск посетила команда «Ангушты» из Назрани. Матч выдался сложным, боевым и динамичным. Каким был счет, какие эмоции испытывали болельщики и игроки, расскажет Альбина Куроченова-Кенжева. Футбольный клуб «Нарт» – безусловный лидер турнирной таблицы зоны ЮФО и СКФО. Но гости из «Ангушетии» приехали за победы, и это проглядывалось в игре с первых минут матча. Свой первый матч «Нартовцы» провели в Назрани еще в мае. Тогда ребята одержали верх над «Ангуштом». Игроки обеих команд начали динамично играть, находясь то у наших ворот, то у ворот гостей. В середине первого тайма «Ангушт» перехватил инициативу в игре и забил два мяча в ворота соперника. В обоих голах активное участие принял атакующий полузащитник «Назрановцев» Ислам Ульбашев. На 18-й минуте «Хавбек» заработал пенальти для своей команды. К точке подошел Бекхан Алиев, который пробил точно в левый нижний угол ворот. Голкипер угадал направление удара, но тщетно. Первый тайм завершен, 2-0 в пользу гостей. «Слабо начали в «Нарде» играть. Вообще прекрасно играли раньше, вот сегодня не нравится». «Уже понравилась, борьба была, насыщенная очень игра. Ну, я считаю, что наша команда сильнее на голову, но что-то не везет сегодня, к сожалению». «Я боялся на «Нарде». «А есть любимый футболист?» «Есть, только его тут нету». «А как зовут?» «Заналда». «Ой, что-то... Надеемся, что во втором тайме лучше сыграют. Что-то не получается у нас. Команда хорошая, ангуш. Но надеемся, что будет хорошо». «Ну, как считаете, отыграемся во втором?» «Если так будем играть, нет». «Что пожелаете футболистам?» «Победы. Ну, болельщикам здоровья». После перерыва нартовцы при поддержке трибун взбудоражились. На 55-й минуте удар Григория Тарнова с линии штрафной в дальний угол достиг цели. Нарт воодушевился и помчал вперед. Назрановцы же грамотно защищались и пользуясь разрывами соперников средней линии, выбегали в контратаки и зарабатывали перспективные штрафные. В итоге на табло 1-2 в пользу гостей. «Крепкого здоровья». «Крепкого здоровья». «А болельщикам?» «Всегда проходили на футбол». «Болею за нарт». Нарт по-прежнему на первом месте, а ангуш следует за ними. За черной полосой обязательно следует белая, говорят болельщики нарта. И уже в субботу, 5 августа, на выезде состоится кубковая встреча с командой Аполлония-Выселки-Краснодарский край. Альбина Курачинова-Кенжева, Мухаммед Ошибоков. Вести Карачаева-Черкесия. Жители и гостей Карачаева-Черкесии приглашают посмотреть зрелищную борьбу. Сегодня в Олю Кызылоктябрь Зеленчукского района пройдет открытый турнир по борьбе на поясах, посвященный памяти Магомета Хусеевича Чучаева. Лучшим в своих весовых категориях организатору учредили денежные вознаграждения в размере 100 тысяч рублей. А главный приз победителя в абсолютной весовой категории – автомобиль. Начало соревнований в 10 часов приглашаются все желающие. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных!